Беседа 49, стр. 321 Сие сказал им, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иоанн 7, 9, 10 Когда Христос совершал что-либо как человек, то совершал не для уверения только в своем воплощении, но и для научения нас добродетели. Если бы он всегда поступал как Бог, то откуда могли бы мы узнать, что нам должно делать в затруднительных обстоятельствах? Если бы, например, и в настоящем случае, когда иудеи дышали убийством, он вдруг предстал среди их и удержал их порыв. Если бы так поступал всегда, то мы, не имея возможности сделать то же, между тем находясь в подобных обстоятельствах, откуда могли бы узнать, как нам должно поступить? Следует ли точно же умереть, или нужно что-нибудь предпринять, чтобы придать делу благоприятный оборот? Итак, по елику мы, не имея равных с ним сил, не знали бы, что нам делать в трудных обстоятельствах, то он своим примером научает нас и этому. Сие сказано, сказал Иисус, оставшись в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Слова пошли братья его показывать, что он не хотел идти с ними, поэтому и остался там, где был, и не явил себя, хотя братья некоторым образом и понуждали его к тому. Но отчего он, беседовавшись всегда явно, теперь идет на праздник как бы тайно. Евангелист не сказал тайно, но как бы тайно от того, что надлежало через это научить нас устроять наши дела. А кроме того, не все равно было для него явиться ли среди иудеев в то время, когда они кипели и пламенили от гнева, или после, при окончании праздника. Жидови же искали его и говорили, где он, стих 11, прекрасные поистине дела у них в праздничные дни, порываются к убийству и совещаются на празднике схватить его. Так говорят они и в другом месте, как вам кажется, не придет ли он на праздник, 1156. Но и здесь, где он? От чрезмерной ненависти и вражды не хотели назвать его по имени. Великое уважение к празднику, великое благоговение. Хотели уловить его в самый праздник. И много толков было о нем в народе. Мне кажется, что их раздражало самое место совершения чуда, и что они в одно и то же время и свирепели, и боялись. Но они столько негодовали из-за прежнего чуда, сколько опасались, чтобы он не совершил чего-либо подобного. Но вышло совсем иначе. Они сами против воли сделали его известным. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Стих 12. Первое, я думаю, мнение народа, а последнее, князей и священников, потому что клеветать было свойственно их зависти и злобе. Обольщает народ, говорят. Но каким образом, скажи мне? Разве он совершает чудеса призрачные, а не действительные? Но опять свидетельствует противное. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Видишь ли, начальники, люди развращенные, а подначальные, хотя и здраво судят, но лишены надлежащего мужества, которого преимущества не достает у народа. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Стих 14. Через промедление Он сделал их внимательнее. Те, которые искали Его в первые дни праздника и говорили, где Он, теперь, увидев Его неожиданно перед собой, смотри, как поспешили к Нему и старались внимать Его словам. Те, которые называли Его добрым и те, которые не считали таким. Одни, чтобы получить пользу и поделиться, а другие, чтобы схватить Его и задержать. Говорили же, Он обольщает народ вследствие Его учения о догматах, так как не понимали того, что Он говорил. А добр, говорили вследствие Его чудес. И так Он пристал пред ними после того, как утишил их ярость, чтобы они внимательно могли выслушать Его слова, когда гнев не заграждал уже их слуха. Чему Он учил, Евангелий того не сказал. Говорит только, что Он учил дивно, что пленилось, и произвел в них перемену. Такова была сила Его слов. Те, которые говорили, обольщает народ. Теперь, переменившись в своих мыслях, делились Ему и потому и говорили. Как Он знает Писание, не учившись? Стих 15. Видишь ли, как Евангелист показывает, что и здесь их удивление было полно злобы. Не сказал, что они дивились учения или что принимали слова Его. Не просто дивились. То есть, приходили в изумление и в недоумение говорили, откуда в нем это? Марка 6.2. Между тем, это недоумение должно было привести к сознанию, что в нем не было ничего человеческого. Но так как этого они не хотели исповедать, но ограничивались только удивлением, чтобы послушать, что Сам Христос говорит. «Учение мое, не мое, но пославшего меня». Опять отвечает на их тайную мысль, обращая их к Отцу и желая тем заградить их уста. «Кто хочет творить воли Его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Стих 17. Эти слова значат вот что. «Отреньте от себя злобу, гнев, зависть и ненависть, которые напрасно питаете против Меня, и ничто не помешает вам познать, что Мои слова поистине слова Божии. Теперь эти страсти омрачают вас и искажают в вас правильное и светлое суждение. А если исторгните их из себя, то уже не будете подвергаться этому». Но Христос так не сказал, потому что этим слишком уязвил бы их. «А все это прикровенно выразил в словах. Кто творит воли Его, уразумеет обучение. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю. То есть, или я возвещаю что-либо чуждое, и новое, и противное. Потому что выражение «от себя» всегда употребляется в следующем значении. «Я не говорю ничего неугодного Богу, но чего хочет Отец, того и я». «Если кто волю Его творит, уразумеет обучение». Что значит, если кто волю Его творит? Значит, если кто любит жизнь добродетельную и хочет быть внимательным к пророчествам, чтобы видеть, сообразно ли с ними я говорю или нет, тот уразумеет силу Моих слов». 323. «Как же Его учение есть его и не его? Он не сказал это учение «не мое», но сказал прежде «моё», и таким образом усвоив его себе, потом уже присовокупил «не мое». Как же одно и то же может быть «и его, и не его?» «И его, потому что Он говорил не как наученный, не его, потому что оно было учение Отца». «А как же Он говорил «все отче мое» и «все мое отче»?» Иоанна 17.10. «Если оно потому не «твое», что оно отче, то те слова «все отче мое» будут ложны, так как по этому самому «оно должно быть твое». Но слова «не мое» весьма ясно показывают, что его учение и учение Отца одно и то же. Он как бы так говорил «мое учение ничуть не отлично от учения Отца, как учение другого лица, хотя во мне ипостась и другая, но я и говорю и делаю так, что нельзя подумать, будто я говорю и делаю что-либо отличное от Отца. Я говорю и делаю то же самое, что и отец». Потом присовокупляет и другое непровержимое умозаключение, выставляя на вид нечто человеческое и научая примером из обыкновенной жизни, что же это такое. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем». То есть кто хочет вести свое какое-либо учение, хочет не для чего другого, как для того, чтобы через сто приобреть себе славу. Если же я не хочу снискать себе славы, то для чего мне желать вводить свое какое-либо учение? Говорящий от себя, то есть высказывающий нечто свое и отличное, говорящий для того, чтобы приобреть себе славу. Если же я ищу славы пославшего меня, то для чего я стал бы учить другому? Видишь ли, что была некоторая причина, почему он и там говорил, что не делает ничего сам от себя. Я на 5.30. Какая же это причина? Та, чтобы уверить, что он не ищет славы у людей. По этой же причине, говоря о себе смиренно, он произносит, «Я ищу славы Отца», и таким образом везде хочет убедить их, что он не желает славы человеческой. А почему он выражается смиренно, на это много есть причин. Как то, чтобы не подать о себе мысли, что он не рожден или богопротивен, чтобы уверить, что он облечен плотью, чтобы снизойти к немощи слушателей, чтобы научить людей быть скромными и не говорить о самих себе ничего великого. Когда же он выражается о себе возвышенно, то на этом можно найти только одну причину – величие его естества. Но если иудеи соблазнились и тем, что он сказал, «Прежде Авраама я был, есть» – Иоанна 8.58, «То чего не случилось бы с ними, если бы они постоянно слышали речи возвышенные? Не Моисей дал вам закон? Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» И 19. «Какую скажешь связь, или что общего, имеют эти слова с прежде сказанными?» Два обвинения возводили на него иудеи. Одно, что разорял субботу, другое, что Бога называл отцом своим, делая себя равным Богу. А что это было не их мнение, а мысль его самого, и что он называл Бога своим отцом, не так, как другие, но в смысле отличным и особенным. Это видно из следующего. Многие сейчас называли Бога своим отцом. Например, «Не один ли Бог у всех нас, и не один ли Отец у всех нас, Создатель?» Малахия 2.10 «Однако ж от этого люди не были равны Богу, потому что, слыша эти слова, иудеи и не соблазнялись, при том, как тогда, когда они говорили, что он не от Бога, он неоднократно вразумлял их, и как оправдывал себя в нарушении субботы, так и теперь, если бы то было их мнение, а не мысль его самого, он исправил бы его и сказал, «Зачем вы считаете меня равным Богу? Я не равен». Но он ничего такого не сказал, а даже напротив, и дальнейшими словами доказал, что он равен Богу. Слова, «Как Отец воскрешает мертвых, и оживляет, так и сын, и до сей штут сына, как штут отца, и дела, которые он творит, и сын творит так же». Иоанна 5.19.21.23 Все эти слова доказывают его равенство. И о законе он так же говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Матфея 5.17. Так он обыкновенно исторгает из их ума несправедливое о нем мнение. Здесь же не только не опровергает мнение о равенстве его с отцом, но еще и утверждает его. Поэтому же, и в другом месте, когда они сказали, «Ты делаешь себя равным Богу!» Он не отверг этого мнения, а напротив подтвердил, сказав, «Да знаете, что власть имеет сын человеческий отпущать грехи на земле!» Говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди!» Матфея 9.6. Итак, сначала он говорил против того их обвинения, что он делает себя равным Богу, показывая, что он не только неблагопротивен, но и говорит одно и то же, и учит тому же самому, чему и Бог. А теперь он уже приступает к обвинению в нарушении субботы, говоря, «Не Моисей ли дал вам закон, и никто из вас не исполняет его?» Он как бы так говорит, «Закон предписывает не убить, а вы убиваете, и еще обвиняете меня, как преступающего закону!» А почему он сказал «никто»? Потому что все искали его убить. «Если же я, говорит, и нарушил закон, то для спасения человека, а вы приступаете его для злодеяния. Если мой поступок и был нарушением закона, то он совершен для спасения. И вам, которые приступаете важнейшей заповеди, не следовало судить меня, потому что ваше преступление есть разрушение всего закона». Вслед за тем Христос вступает с ними в состязание. И хотя много беседовал об этом и прежде, но тогда возвышеннее и согласно со своим достоинством. А теперь смиреннее. Почему же так? Потому что не хотел часто раздражать их. Теперь они и без того пламенели гневом и порывались к убийству. Поэтому он и старается убедить их, успокоить их двумя следующими доводами. Во-первых, обречает их дерзкое покушение. «За что ищете убить меня?» И присвокупляет скротостью человека, сказавшего вам истину. А во-вторых, показывает, что они, дыша убийством, не достойны судить другого. Но ты обрати внимание на смирение, с каким спрашивает Христос, и на дерзость, с какой они отвечают. Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Стих 20. Это слова гнева и ярости, вылившейся из их души, потерявшей всякий стыд и крайне слущенной от неожиданного обличения в том, о чем они думали. Как разбойники, распевающие во время своих замыслов, когда хотят застать врасплох того, против кого злоумышляет, делает это молчаливо. Так и иудеи. Но Христос не обличает их за это, чтобы не сделать их еще более бесстыдными. И опять начинает оправдываться в нарушении субботы, заимствуя свои доводы против них от закона. 326. И смотри, как премудро. Нисколько неудивительно говорит, что вы не слушаете меня. Вы не слушаете и закона, которому, как вам кажется, вы повинуетесь и который считаете данным от Моисея. Поэтому ничего нет странного, если вы не внимаете моим словам. Так как они говорили, Моисею говорил Бог, а эти этого не знаем, откуда он. Иоанна 9.29. То он показывает, что они оскорбляли и Моисея. Он дал закон, а между тем, они не слушали закона. Иисус, продолжая, речь сказал им, одно дело сделал я, и все вы делитесь. Стих 21. Смотри, когда ему нужно оправдываться и опровергать взводимое на него обвинение, он не упоминает об отце, но выставляет свое лицо. Одно дело сотворил. Этим хочет показать, что не совершить того дела, не совершить, значило бы нарушить закон. То есть многое, что выше закона. И что Моисей допустил заповедь вопреки закону. И в то же время высшую, чем закон. Обрезание выше субботы. Хотя оно не установлено законом, а перешло от отцов. А я совершил дело, которое выше и превосходнее даже обрезания. Далее не упоминает о заповеди закона, то есть о том, что священники нарушают субботу, как сказал об этом выше, но говорит с большей силой. Выражение же «дивитесь» значит смущаетесь, тревожитесь. Если закону надлежало быть совершенно неизменным, то обрезание не было бы выше его. Он не сказал так же, «я совершил дело важнее, чем обрезание», но облетает их сильнее, говоря, «Моисей дал вам обрезание, хотя оно и нет Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека». Видишь ли, что закон тогда преимущественно и остается в своей целости, когда Христос нарушил его? Видишь ли, что нарушение субботы есть соблюдение закона? Так что, если бы не была нарушена суббота, то через это, по необходимости, был бы нарушен закон. Значит, и я не нарушил закон. И не сказал, «Вы гневаетесь на меня за то, что я совершил дело большее, чем обрезание», но высказал только свое дело, предоставил им на суд. Не важнее ли обрезание всецелое здравие? У вас, говорит, нарушается закон для того, чтобы человек получил знак, немало не способствующий здоровью. И между тем, когда человек избавляется от столь тяжкой болезни, вы досадуете и негодуете. Если в субботу принимает человека обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Что значит по наружности? Моисей пользуется у вас большим уважением, но вы произносите суд, основываясь не на достоинстве лица, а на существе дел. Это значит судить справедливо. Почему никто не обвинял Моисея? Почему никто не восставал против его повеления нарушать субботу ради заповеди, от вне привнесенной в закон? Между тем Моисей допускает, что та заповедь об обрезании выше его собственного закона, заповедь, которая установлена не законом, а привнесена от вне, что особенно удивительно. А вы, не будучи законодательными, сверх меры защищаете закон и мстите за него. Но Моисей, повелевший нарушать закон ради заповеди незаконной, заслуживает веры более вас. Словами всего человека Христос показывает, что обрезание приносило только часть здравия. Какое же здравие от обрезания? Всякая душа сказана, которая не обрежется и стрелится. Бытие 17.14. А я восставил отодрань не отчасти только больного, а совершенно расслабленного. И так не судите по внешности. Будем уверены, что это сказано не жившим только тогда, а и нам. чтобы мы ни для чего не нарушали справедливости, но все для ней делали. Нище ли кто или богат, мы не должны обращать внимание на лица, но обязаны следовать их дело. Не помилуешь и сказано нищего на суде. Исход 23.3. Что это значит? Значит, не преклоняйся и не смягчайся, если несправедливо будет поступать и нищий. Если же не должно быть пристрастным к нищему, то гораздо более к богатому. Это говорит я не к судьям только, но и ко всем людям, чтобы они нигде не нарушали справедливости, но везде соблюдали ее свято. «Любите, сказано правду, Господь. Любящий же неправду ненавидит свою душу». Псалом 46.4.8.10.5. «Не будем же ненавидеть свои души, не будем любить неправду. Прибыли от ней и теперь, без сомнения, мало или вовсе нет, а в будущем много вреда. А лучше сказать, мы и теперь не можем наслаждаться от ней удовольствием. Когда мы живем в роскоши, злой совестью, то не наказание ли и не мучение ли это? Возлюбим же справедливость и не будем никогда приступать этого закона. Какой плод принесет нам настоящая жизнь, если отойдем без добродетелей? Что там за нас будет предстательствовать? Дружба ли? Растворили или чье-либо благоволение? Но что я говорю о чьем-либо благоволении? Хотя бы мы имели отцом Ноя или Иова или Даниила, и это нисколько не поможет нам, если нам будут изменять наши собственные дела. Нам только одно нужно – добродетель души. Она в состоянии будет спасти нас и избавить от вечного огня. Она ведет нас в Царство Небесное, Которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.